Десногорск Встреча творческой молодежи с профессионалами А теперь об этих и других событиях подробнее 13,5 тысяч детей со всей области в этом году отдохнут в санаториях и лагерях На эти цели в бюджете региона предусмотрено 233 миллиона рублей Нынче будут работать 16 оздоровительных учреждений, 7 из них круглый год А также лагеря дневного пребывания Кроме того, юные смоляне отправятся в санатории Крыма и на Азовское побережье Подростки продолжают громить стены теплой раздевалки на катке Атомтранса Следующий сюжет о том, что увидела наша съемочная группа Каток Атомтранс уже много лет излюбленное место десногорцев В будние дни, по вечерам, в выходные здесь играет музыка И катаются дети, взрослые, здесь весело Все набираются здоровья и хорошего настроения Но оказывается, не все могут ценить то, что для них делают В этом году зима задержалась И любителям покататься на коньках пришлось ждать января И вот каток залит Все здесь сделано заботой о людях Стоит нарядная елка, весело играет музыка Установлена вторая горка для детей Отремонтирована теплая раздевалка В выходные дни здесь особенно людно Все для десногорцев на стадионе Атомтранса сделано бесплатно И уж никто не ожидал, что в благодарность за труд и заботу работников предприятия можно ожидать такое отношение Благодарные посетители катка буквально крушили коньками и клюшками стены раздевалки Наверное, таким образом они хотели сказать спасибо Как видите, мы сделали здесь небольшой ремонт после прошлого года Здесь стены у нас сделаны из гипсокартона Вот сначала под окнами все разбито было Теперь вот, пожалуйста, только подремонтировали Вот сделали у нас Это специально подростки Подростки делают Коньками, клюшками разбивают Ну, раздевалки сделаны для чего? Чтобы дети разделись, было тепло Кто-то замерз на катке, отдохнул здесь, погрелся Это же все сделано для вас, ребята, особенно подростки Ну, зачем вот это вот делать? Непонятно абсолютно Мы вот повесили объявление Если так будет продолжаться, то нам придется закрыть эту раздевалку Действительно, будет обидно Если из-за кучки негодяев сотни десногорцев лишатся возможности переодеться и погреться в раздевалке Сотрудники прокуратуры проверили Неизвестного происхождения задержали сотрудники Россельхознадзора под Смоленском Продукция не сопровождалась необходимыми ветдокументами и на ней отсутствовали признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы Также были нарушены правила транспортировки мяса, температурный режим и другие условия Мясо облили зеленкой в машинах владельцев и возвратили в Республику Беларусь В городском совете прошло совместное заседание комиссий по социальным вопросам и по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан О том, какие проблемы будут решать депутаты на первой в этом году сессии, смотрите в нашем сюжете 21 января на совместное заседание собрались депутаты двух комиссий Им предстояло решить, какие основные вопросы они должны вынести для решения на первую сессию Горсовета 2016 года Всего к обсуждению было представлено 8 вопросов Они касались основных проблем социальной политики города, законности и защиты прав граждан В ряду с другими вопросами депутаты предлагают рассмотреть и обсудить состояние оперативной обстановки в городе за 2015 год Вторым пунктом повестки совещания депутаты приняли проект положения о регулировании земельных отношений на территории Десногорска Предложили созвать комиссию по разработке нормативно-правовых актов для внесения изменений в устав Седьмым пунктом было рассмотрено обращение общественной организации морское собрание, которое в этом году исполняется 10 лет И совет просит депутатов отметить благодарственными письмами самых активных из них Блок криминальных новостей Почти 700 жителей Смоленска и области задержали на минувшей неделе за распитие алкоголя в общественных местах 266 граждан получили штрафы 296 протоколов составлено за курение в неположенных местах 76 за мелкое хулиганство Подозреваемые в хищении и сбережении у пожилых людей под видом социальных работников были задержаны в течение суток Подробности в нашем следующем сюжете В полицию обратился житель Смоленска 49-го года рождения, который заявил о краже денежных средств По словам пострадавшего, к нему домой зашли две молодые женщины, представившиеся социальными работниками Предложив обменять старые деньги на новые А получив в руки денежные средства, скрылись Все сбережения пенсионера и его престарелой матери оказались в руках мошенец Я принесла, это 8 тысяч она повредила Вот такие красненькие надо номера списать, а то деньги все будут негодные Вот надо переписать номера Что она... или может быть гипноз? Я думала, у нее гипноз какой-то, что это... Я стала как несуя Я пошла и говорю, ну подождите И пошла, вытащила деньги, какие у меня, 130 тысяч Сберегала, думаю, на похороны Таким образом, пожилые люди оказались без средств к существованию Раскрытие этого преступления стало делом чести для смоленских сотрудников уголовного розыска За сутки полицейские установили личности злоумышленниц И задержали их при подготовке к совершению другого преступления На одной из улиц села Угра Подозреваемые были доставлены в дежурную часть полиции по Угранскому району Ими оказались 33-летняя жительница города Ярцево, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков И 25-летняя жительница Рослальского района В настоящее время задержаны и арестованы За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей Полицейские продолжают проверять подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям на территории Смоленской области Вчера стартовала акция «Ребенок-пассажир» Во время профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД будут напоминать об обязанности водителей Использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет И проверять машины на наличие детских кресел Акция продлится до 27 января Смоленские спасатели проводят ежедневные рейды на водных объектах региона И контролируют места массового выхода людей на лед В ходе рейдов спасатели проводят профилактические беседы с рыбаками Вручают памятки по правилам безопасности на воде и оказанию первой помощи утопающим Сейчас толщина льда в верховье водохранилища Смоленской АЭС Составляет в разных местах от 20 до 23 сантиметров Накануне Дня студента ребята из Дома творчества, посещающие объединение Школа вожатых Встретились с профессионалами своего дела, кто связан или был связан в студенческие годы с творчеством 21 января в гости к будущим вожатам пришли хорошо известные люди в Десногорске Это ведущая ДЛСФМ, КВНщица-режиссер Лилия Молчевская И управляющий делами администрации нашего города Максим Иванов В студенческие годы Максим Николаевич играл в КВН Посещал театральную студию «Пирамида» И был председателем одной из первых молодежно-общественной организаций Которая называлась «Ассоциация учащихся молодежи» В теплой дружеской обстановке гости отвечали на вопросы ребят Которых в основном интересовала студенческая жизнь и творческая деятельность А также давали мудрые советы будущим подрастающим профессионалам Дети из Десногорска могут попасть в лагерь «Артек» бесплатно Для этого нужно написать письмо от руки на тему «Я хочу в Артек» И отправить его по почте заказным письмом с уведомлением В конкурсе участвуют дети от 10 до 16 лет Письма принимаются до 18 апреля в Международном детском центре Подробности на сайте артек.орг Пограничное управление ФСБ России по Смоленской области Проводит отбор кандидатов для поступления в институты Кандидаты должны пройти обязательное медицинское освидетельствование И профессиональный психологический отбор Также учитываются и результаты ЕГЭ Обращаться в Смоленск на улицу Попова, дом 17А Или по телефонам, которые вы видите на своих экранах Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна-ТВ.ру Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания